Доброе утро! Это нефтяной иглы. Говорят, уже лет 20 активно, лет 10, еще активнее лет 5. Что за это время было сделано? Как-то удалось снизить действительно зависимость? То есть это возможно? Вы знаете, по-моему, наоборот. То есть наша зависимость повысилась, если говорить о бюджетной составляющей нефтяных доходов. Поэтому здесь желание законно, а противодействие еще более сильно. Вообще непонятная ситуация. То есть если мы вспомним предыдущую стратегию, она вроде как предполагала, что тоже должно быть все хорошо. Но на самом деле те меры, которые реально предлагались во многом, они не способствовали достижению той цели, которая обсуждается сейчас. В очередной раз стратегия пересматривается. Вообще, как вы считаете, насколько эффективно удастся воплотить жизнь, то, о чем сейчас говорят, и, соответственно, добиться тех результатов, да еще до далекого 2035 года 10 раз все поменяться может? Ну, это, конечно, страховка для составителей стратегии. То есть они могут не дожить до этого периода, и, соответственно, все будет переписано в очередной раз. Но могу сказать, что там план, это кое-где довольно реалистичный. То есть пишется о том, что там, допустим, природный газ в виде СПГ повысится, доля его против угля. Это вполне реальный показатель. Там, может быть, когда-нибудь НДПИ будет заменен на другой налог с финансового результата. Это все меры финансового характера, они реализуются. Там есть какие-то потолки по поводу доли населения в энергозатратах. То есть мы придерживаемся теперь, что для нас США это является потолком. То есть мы не должны превышать США доли энергопотребления для населения и оплату, прежде всего. Есть моменты, которые вообще являются какие-то политэкономическими. То есть впервые ТЭК рассматривается с точки зрения не бюджетной эффективности, а с точки зрения общеэкономической эффективности. Но я говорю, что это политэкономический момент, который дает представление о том, что какие-то взгляды стали расширяться у наших руководителей. Олег Владимирович, а что в этой стратегии можно назвать действительно принципиально новым? То есть чего из того, что озвучено, мы не слышали ранее? Последнее, то, что я вам сказал, я как бывший политэконом могу сказать, что этого я не слышал. То есть ТЭК рассматривается с точки зрения общеэкономической эффективности, а не с точки зрения бюджетной эффективности. Потому что все-таки ТЭК является нашим источником основных бюджетных доходов. И, соответственно, когда мы рассматриваем с точки зрения общей экономики, то, по крайней мере, видно, что что-то пытается изменить. Во взглядах, по крайней мере. То есть вот этого я не видел. А то, что там какие-то лозунги насчет энергоемкости, такого порядка, они, конечно, не меняются. Олег Владимирович, а что Россия, в принципе, может еще предложить миру, кроме сырья, кроме оружия? То есть чем мы можем это заменить, собственно? За счет чего мы можем снизить экспорт, вот, сырья именно в экспорте? Вы задаете сложный вопрос. Ну, например, Ясин предлагает увеличить экспорт зерна. Ну, если говорить про то, что мгновенно может быть реализовано. Если говорить о что-то крупном, то туристов. Туристов. Ну, понятно. То есть, что нам мешает и сейчас туристов больше отправлять за рубеж, они не так ездят. Просто хочется понять реалистичность вот этой вот стратегии. Ну, хорошо, можно же задекларировать, да, что мы снизим зависимость от экспорта сырья. А за счет чего? Вот что хочется понять. Ну, вы знаете, существует представление о сбалансированной экономике. То есть, допустим, в Советском Союзе не было такой большой уж зависимости от нефтяной экономики, в плане, если рассматривать всю структуру экономики. Были развиты все сектора. Была обрабатывающая промышленность. Да, обрабатывающая промышленность. И поэтому сейчас существуют некоторые очаговые попытки развивать нашу экономику, которая восстанавливает эти утраченные звенья в обрабатывающей промышленности. Например, вот объединенные авиационные корпорации существуют, которые имеют планы довольно большие, которые будут так или иначе будут реализовываться. То есть, ну, это, конечно, еще капля в море. Существующая судостроительная отрасль. Эта надежда на нее связана, допустим, с перспективами освоения Арктики и арктического морского пути. Здесь тоже нужен какой-то глобальный мегапроект, который позволяет нам рассчитывать на какое-то восстановление здесь. И таким образом, вообще-то говоря, руководство стоит перед задачами развития каких-то мегапроектов, которые будут регулироваться именно из центра. Это, кстати, одна из проблем России, что мы вынуждены все время идти по Петровскому варианту. Да, потому что иначе будет мегапроект, который поможет не восстановлению отрасли, а восстановлению какой-нибудь дачи, какой-нибудь из чиновников, чью работы никто особо и не проверял. Если посмотреть на основные положения этой стратегии, то, о чем здесь говорится, это высокая степень износа с точки зрения эффективности нашей ТЭК. Насколько реально действительно наш ТЭК, то есть, грубо говоря, то, что сейчас уже есть, заставит работать наиболее эффективно? Ну, вы знаете, эффективно заставить, это значит заставить все деньги отправлять на инвестиции. Собственно говоря, так оно и происходит сейчас в энергетике. А в этой стратегии говорится. Электроэнергетические компании у нас сейчас очень стоят дешево, именно поэтому, что все деньги, собственно, и направляются на инвестиции, правда, с той поправкой, что еще... На инвестиции в другие страны, я так понимаю. У нас только денег уходит, вот откуда берется эта масса денег, которая у нас уходит куда-то, только не в Россию? Ну, вы сейчас два вопроса, мы сейчас смешиваем. Если говорить про... В корпоративных именно финансов. Да, я говорю о корпоративных финансах, а вы говорите о фондах Богостостания. Но здесь тоже есть подвижка, то, что фонд национального Богостостания все больше пытается вкладывать в национальную экономику. Здесь так, что Петровский вариант здесь каким-то образом работает. А то, что говорите, энергетические компании, они вынуждены все больше вкладывать в развитие сетей, прежде всего сетей изношенных. И здесь, вы знаете, здесь проблема, скорее, даже техническая и кадровая. А то, что финансы найдутся, ну, наверное, найдутся. Просто придется пожертвовать фондовым рынком. А вот сейчас на фоне падающего рубля все говорят, что это слабый рубль, это плюс для предприятий ТЭК. А это все-таки миф или они действительно выиграют? Ну, да, они действительно выиграют, потому что это... Другое дело, если будет такая же инфляция, как Германия в 20-е годы, когда рубль катится там безостановочно, тогда проигрывают все уже без всяких. А такое возможно у нас в России? Ну, не знаю. Вряд ли, вряд ли. Но это был просто самый ужасный вариант, которого все теперь боятся. Вот этот шок 20-х годов, и вовсе теперь все боятся, и никто не хочет его повторения. И даже говорить о нем всуе, что называется. Олег Владимирович, спасибо вам. У нас в студии был Олег Душин, старший аналитик ЭК Целих Капитал Менеджмент. Ну что ж, когда аналитика с сомнением...